Новости региона в эфире. В студии Артемий Заварзин. Здравствуйте. Вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики в Архангельске. Какой была цель визита? Жизненно важный урок, о чем рассказали школьникам в УИМе? Ремонт дороги в Мизене успеют ли до заморозков? Большие соревнования в Архангельске. Кто вышел на старт в бассейне Водник? Итак, сегодня в регионе работал первый заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики. В фокусе его внимания возможности для создания территории опережающего развития в Поморье. В планах была и встреча с потенциальными инвесторами и презентация проектов. Резюме увиденного и услышанного в материале Александра Богдановича. Зайти в IT-парк САФУ посетители смогут в начале ноября. Заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики сегодня оценил не только, все ли готово к встрече студентов и предпринимателей, но и какие условия здесь есть для потенциальных резидентов территории опережающего развития. Мы нацелены на то, чтобы нашим резидентам помогать со всех точек зрения, вводить в жизнь свои продукты от идеи, с точки зрения поиска и приглашения сюда экспертов. Это могут быть как представители университета региона, так и других университетов со всего мира. Конечно же, привлечь партнеров для реализации, как для финансирования, так и для продвижения идей, новых идей, новых технологий и уже повышения качества этих продуктов. Основная миссия IT-парка – создать центр межрегиональной экосистемы для подготовки кадров, реализации технологических проектов, общения профессионалов и партнеров для науки и бизнеса. Сейчас у нас важно, чтобы мы собрали пул, скажем так, якорных резидентов, на основе которых мы сформируем свою территорию опережающего развития, и ее пойдем защищать, федеральные органы исполнения власти, и, соответственно, примем соответствующее решение правительства о создании на территории Архангельской области Тора, практически уже второго. Территория опережающего развития – это такой особый преференциальный режим, где, наверное, самое важное, что инвестор может получить – это инфраструктурную поддержку в своих проектах. Для экономики Архангельской области это новый проект, новые рабочие места. Амбициозными планами поделился сегодня и Архангельский водорослевый комбинат. Требуется полмиллиарда инвестиций. Планируют техническое перевооружение для того, чтобы расширять производство и выпускать в том числе лекарственную продукцию. Требуется и модернизация инженерных сетей. Инвест-программа рассчитана на 4 года. Не оставляют планов и по развитию экспорта. Сейчас мы работаем с Кореей и с Китаем по сертификации там продукции. И сейчас обсуждаем с возможностью через Арабский Эмират выход на всю зону арабских стран. Получение водорослевым комбинатом статуса резидента территории опережающего развития в перспективе помогло бы решить вопросы с финансированием и развитием инфраструктуры. Но есть и более быстрые решения в преддверии создания Тора в Поморье. Давайте я беру себе домашнее задание, взять вот эту презентацию, переговорю с ВЭБом. Благодарю. Вот. Я думаю, что если под небольшой процент вам дадут 500, ну там 400 миллионов. 100 мы найдем, да. Да, 100 вы найдете. Я думаю, что с учетом того, что у вас уже все понятно, выручка, объемы, потребление, рынок, вам ничего доказывать не надо. Всего в стране 23 территории опережающего развития. Несмотря на географические различия, задачи, которые они решают, лежат в одной плоскости. Интеграция резидентов в процессы госкорпорации, формирование технологической независимости, а теперь еще и в импактозамещении. Александр Богданович, Артемий Заварзин, Евгений Зыков. Регион 29. Губернатор Александр Цибульский также встретился с первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Обсуждалось то, каким перспективным проектом может принести пользу создание особой экономической зоны. Вопрос создания территории опережающего развития в Поморье требует хорошего набора аргументов, чтобы решение было поддержано правительством России. Но по словам первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, моментов, говорящих в пользу создания ТОРа, множество. Главное, что это интересно как бизнесу, так и науке. Нам сегодня уже с одним из потенциальных резидентов, это по проекту Архангельс СПГ, нам удалось тоже встретиться, мы его заслушали, значит, посмотрели проект. Проект очень нам показался интересным, но в целом отвечает и сегодняшним вызовам, и экологическим, это уголь, мазон, замена их газом по технологии СПГ. Основная задача для Миндаль-Восток развития – оценить площадки, которые есть в регионе, и потенциально могут привлекать инвестиции. Какие науговые преференции будут особенно актуальны. Глава региона в ходе встречи напомнил, что не меньшая аналитика и дискуссия случились два года назад, когда появился статус резидента арктической зоны страны. Но время доказало эффективность принятого тогда решения для поддержки инвесторов. Сегодня в Архангельске уже 148 предприятий, так или иначе, начали новую производственную деятельность и стали резидентами арктической зоны. Это говорит о том, что востребованность этого инструмента огромная. Мы предварительно смотрели теми якобы инвесторами, которые у нас готовы в этот дом заходить, на тех площадках, которые мы увидели, если с вами обозначены. Мы, как вы правильно сказали, в первую очередь ориентируемся на создание промышленных и производственных площадок. Сегодня, как мы первоначально заявили на объем инвестиций, у нас уже подходит 61 миллиард рублей. Я думаю, что это очень приличные инвестиции в сегодняшних реалиях территории Северной. Идею создания особой экономической зоны поддержал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время недавнего визита. По словам губернатора, территория опережающего развития позволит не только ввести льготный налоговый режим, упростить административные процедуры, но и в ускоренном темпе развивать экономику по море. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. Продолжаем. В Уимской средней школе прошел классный час на важную тему – безопасное обращение с газом в быту. Благодаря программе газификации все больше сельских поселений снабжаются этим топливом. И повторение правила, особенно со школьной скамьи – важная профилактическая работа. Утечка бытового газа может вызвать отравление или привести к взрыву. На таких уроках детей не пугают. Напротив, учат с умом обращаться с газовыми приборами и рассказывают о последствиях детских шалостей. Уимская средняя школа сотрудничает с энергетиками уже давно. Уроки безопасности стали традиционными и входят в план воспитательной работы. Учителя начальных классов и средней школы с удовольствием встречают наших гостей. Проводим с ними эти уроки каждый год. И это позволяет, конечно же, предупредить многие и пожары, и какие-то чрезвычайные ситуации, которые могли бы произойти с участкой газа, с возгоранием. Детям очень нравятся очень хорошие отзывы от родителей по этому мероприятию. Не секрет, что население, использующее этот вид топлива быту, обязано пройти инструктаж по безопасности в эксплуатационной организации газового хозяйства. Потом аккуратно эксплуатировать приборы и следить за их состоянием. Дети тоже должны узнать о правилах как можно раньше, тем более те, что проживают в таких поселках, как Уйма. В Пунинске газифицирован природным газом с 2012 года. То есть здесь у нас как люди пользуются и сжиженным газом, так и природным. Поэтому здесь все, скажем так, большинство пользователей – это газовое оборудование. Особенно тревожно, когда ребенок один на один с источниками опасности. Ведь после школы многие дети сами разогревают себе еду. К тому же в частном секторе Уимского есть газовое отопление. Поэтому такие классные часы проходят с охватом всех, в том числе начальных классов. Далее эти уроки будут проходить в Пельсецком районе. Это поселок Пельсецк, город Мирный. И далее уже по южным участкам нашей области – это поселок Шипицыно, поселок Урдома и поселок Яринск. Надо сказать, что профилактическая работа в школах региона имеет хорошие результаты. Дети все реже становятся виновниками серьезных происшествий по незнанию. Алексей Макеев, Ольга Красулина. Регион 29. Некоторые участки не обновлялись полвека. На дороге, что условно разделяет северную и южную части Мизени, продолжается капремонт. Позади треть всех запланированных работ. Успеет ли подрядчик справиться к сроку, что обозначен в контракте, это выяснила Дарья Юграфова. Бетонная автодорога в этой части Мизени существует уже полвека. Она в свое время стала своеобразной границей между южной частью города и северной. За десятилетия, говорят местные жители, некоторые участки дороги оказались убиты. В этом году власти решили реанимировать самые проблемные. Подрядчик из Наринмара – дорожно-мостовая компания. Капремонт идет без закрытия движения для транспорта. Сначала меняют плиты на одной полосе, затем на другой. Наращиваем темпы. За эти две недели мы тут всю технику завезли. У нас ребята с опытом работы по укладке плит. Немало дорог уже сделано. Работы стали возможными благодаря выигранному региональному конкурсу, по которому Мизени досталась субсидия в 19 миллионов рублей. Дополнительно 3 миллиона – софинансирование района. Средств должно хватить на приведение в порядок почти 900 метров дороги. Весь необходимый материал из Архангельска уже завезен. Использоваться в ремонте будут и старые плиты, состояние которых еще пригодно для эксплуатации. 560 плит планируется к замене новых. 550 плит – это примерный объем. Планируется использовать старых, которые будут демонтированы с этого дорожного поводна. Треть от всего объема капремонта завершена. Окончание согласно контракту 15 ноября. Но подрядчик заверяет, что сработает на опережение. Дарья Евграфова, Артемий Заварзе, Николай Акулов, Регион 29. Сегодня прошло заседание регионального организационного комитета «Наша победа». На нем обсудили предстоящий военно-патриотический фестиваль «Герои с вечным русским сердцем». Но начали с итогов другого проекта, который также посвящен Великой Отечественной. В повестке заседания – итоги диктанта победы. Северяне вместе со всей страной проверяли знания об истории Великой Отечественной. Участвовало 9 тысяч человек. Прекрасно, что эта акция была всегда приурочена к дню Великой Победы, к празднованию. То есть это в мае месяце. Поэтому то, что она предыдущие два года проходила у нас с вами, либо летом, либо в сентябре даже было такое, то, конечно, ну, наверное, это будет в дальнейшем, как говорится, к маю месяцу все равно приближаться обратно. Поэтому все то, что нужно делать по подготовке площадок и по сверке планов, это точно нужно делать уже прямо с февраля, а то и с января следующего года. На этот год план не менее серьезный. Фестиваль «Герои с вечным русским сердцем» откроется уже 21 октября. В 10 часов утра на площади мира будет представлена фотовыставка, посвященная тем, кто освобождал Украину в годы Великой Отечественной и делает это сегодня, участвуя в спецоперации. Данная выставка дает возможность разместить контент на 34 поверхностях. Поэтому мы пошли далее. Ни один субъект этого не делает. Мы еще делаем передвижную выставку, Алексей Владимирович, который у нас будет в рамках нашего фестиваля располагаться в центре «Патриот». Фестиваль будет проходить до 24 октября. И помимо фотовыставки организована военно-спортивная игра «Победи себя» – дискуссионная площадка, где юно-армейцы и общественники затронут темы осознанного патриотизма. Сегодня мы должны задать вопрос, что не то, что сделала для нас страна, а что мы можем делать для нашей страны. То есть мы должны показать, что сегодня не только есть уклонисты или неуклонисты от нашей армии убегающей. Показать, что реально у нас большей частью народ – это патриот. Запланированы также тематические классные часы в школах. Завершит фестиваль «Герои с вечным русским сердцем» концерт, где выступят коллективы Архангельской области, а также ансамбль имени Александрова из Мурманска. Артемий Заварзин, Валерия Державина, Светлана Михеевская, «Регион-29». Секунда рекламы, а после узнаем, с кем теперь можно повстречаться, гуляя по Архангельской набережной. Здоровье северян в надежных руках. В аптеках фармации, средства для профилактики и борьбы с вирусами со скидкой до 30%. Пусть осень пройдет без простуд. Итак, в Архангельске на набережной появился еще один кудесник, точнее кудесница. По задумке авторов, она стала хранительницей традиционного на севере промысла каргопольской глиняной игрушки. Наша съемочная группа уже успела оценить, а заодно узнать, будет ли у кудеснического проекта продолжение. Если верить легендам, кудесники могли не только заглядывать в будущее, но и заговаривать стихии, общаться с духами и исцелять больных. В честь этих мифических персонажей даже учрежден необычный праздник – День Кудесника. Он как раз сегодня, 18 октября. Архангельск к этому дню начал готовиться еще с середины сентября. Тогда на набережной появился первый кудесник. Затем второй. Сегодня около гостиных дворов получил прописку третий персонаж – кудесница. Глиняная свистулька в ее руках – дань наследию народных мастеров по море. Мое осознанное знакомство с народной культурой, оно случилось именно через глиняную каргопольскую игрушку, которая для Архангельской области, я думаю, это то, что мы смело можем назвать брендом. И то, что это маленькое чудо именно с глиняной каргопольской игрушкой, для меня лично символично. Место для установки фигурки авторы проекта выбирали так, чтобы непременно получилось красивое фото с персонажем, какой бы вы ракурс не выбрали. История уже стала народной. Кудесникам несут монетки, натирают носы и повязывают шарфики. Три фигурки. Кудесник с пиццей счастья, кудесник с алмазом. И сегодня мы открываем девочку. Это кудесница с глиняной свистулькой. В целом, каждый кудесник – это отрасль или какая-то большая, очень емкая сфера. Либо культура, либо история, либо наследие, либо производство. Для нас, как для губернаторского центра, мы работаем с сообществами. И это прецедент очень классного влияния бизнеса на городское пространство и на развитие города. С реализацией идеи помогли меценаты. Все три кудесника – подарок Севералмаза к 85-летию Архангельской области. В этом году компания тоже отметила свой юбилей – 30 лет. На этом проект кудесники мы временно приостанавливаем, ставим на паузу. Но подарки для города в юбилейный для Севералмаза год продолжаются. И уже в скором времени мы представим горожанам новый арт-объект совершенно в новом формате. К слову, авторами продуманы образы десяти кудесников. И чтобы новые персонажи украсили город как можно раньше, Севералмаз призывает предприятия последовать своему примеру и принять участие в проекте. Артемий Заварзин, Виолетта Крепылова, Евгений Зыков. Регион 29. Сегодня в Архангельске стартовали всероссийские соревнования общества «Динамо» по плаванию. Площадкой стал бассейн «Водник». В числе участников больше 20 мастеров спорта и 13 заслуженных. Они неоднократно выступали в составе сборной команды России на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Александр Богданович наблюдал. Состязания такого уровня не проводились уже более 40 лет. Среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти участвуют 5 команд. ФСБ, МВД, ОФСИН, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. И Федеральная служба судебных приставов. Всего около 150 спортсменов из 23 регионов России. Для нас это большая честь и большая ответственность. Я отдельно хочу сказать, что такие соревнования общества «Динамо» еще знаменательны тем, что в отличие от профессиональных чемпионатов, это такая хорошая в смысле слова пропаганда здорового жизни, о которой мы много говорим в последнее время. Это прекрасный пример для молодежи. В Архангельск приехал сильнейший состав команд – 13 заслуженных мастеров спорта, более 20 человек – мастера спорта международного класса. Как говорят организаторы соревнований, бассейн «Водник» не видел с советских времен столько звезд плавания. Рейтинг сегодняшних соревнований самый высокий. Сегодня, наверное, столица спорта вот в эти дни нашей страны здесь, в Архангельске. Поэтому я желаю всем спортсменам показать самые быстрые секунды. Право поднять флаги России и Архангельской области под государственный гимн предоставлено двукратному олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира и кавалеру Ордена Дружбы Евгению Рылову. Младший лейтенант полиции плаванием занялся еще с шести лет. И каждое соревнование для него отличный повод проверить свои силы. Как говорится, в жизни нет мелочей, поэтому любой старт надо использовать на максимум. Любые ошибки, любые поражения, победы, в любом случае опыта набираешься. Плюс ко всему смотришь, где что вылетает. Старт, поворот, выход, какие-то мышцы где-то находишь. Поэтому это опыт, это изучение, как наука, грубо говоря. И вот первая восьмерка вышла на старт. Спортсмены открыли соревнование стилем баттерфляй дистанции 50 метров. Победителем заплыва стал Александр Прибыток из Ульяновска. Заплыв прошел неплохо, но не все получилось. Хотел бы быстрее, конечно, проплыть. Плавание с детства занимаюсь увлекательно. Очень всем советую. Такой вид спорта, который помогает развиться всем группам мышц, всем системам организма. Поэтому всем советую для оздоровления. В следующем заплыве участвует архангельский пловец. В упорной борьбе Артем Жезлов пришел вторым. Но признается, результатом доволен. Все же соревнование всероссийского уровня. Я проплыл почти по своему времени. Второе место тоже неплохо. Я его хоть и не видел, но мне понравилось. Я уже околоопытный на выступлении, на такую сцену. Немножечко напряженно, но куда без этого, как вся страна смотрит. Всероссийские соревнования общества «Динамо» по плаванию в Архангельске завершатся в четверг 20 октября. Спортсменов ждет эстафетный заплыв на дистанции 200 метров. Для болельщиков вход свободный. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Евгений Зыков. Регион 29. Таким был этот день. Я желаю вам всего самого доброго и прощаюсь до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин